друзья всем привет сегодня в теме у нас создание собственного персонажа под созданием собственного персонажа я подразумеваю создание уникального лица причем не просто лица лица который будет повторяться при генерации одним из вариантов создания такого персонажа будет обучение своей собственной модели но обучить свою собственную модель необходимо каких-то изображений тогда вопрос, где взять эти изображения. Вариантом будет нарисовать их или сфотографировать какой-нибудь человека и на этом обучить модель. Но это все слишком сложно. И есть гораздо более простой вариант создать собственного персонажа. Любая модель Stable Diffusion обучалась на миллионах изображений. И она прекрасно знает изображения известных людей. Потому что этих изображений в интернете было очень много. Если мы возьмем просто какого-то конкретного человека, то он не будет уникальной личности. А вот если мы смешаем разных людей, то мы получим уникальное лицо. Причем это уникальное лицо с большой вероятностью будет повторяться при генерации. Давайте посмотрим в промт. Здесь я записал портрет мужчины. И дальше через запятую перечисляю трех известных людей. И присваиваю каждому свой вес. Первый Джан Клонд Фан Дам с весом 0,7. Дальше Арнольд Шварценегган с весом 0,5. Дальше Сильвестер Сталлон с весом 0,8. И при генерации получается вот такой персонаж. Давайте попробуем сгенерировать еще изображение. Давайте еще раз генерируем. Если мы присмотримся, лицо повторяется. Оно очень схоже с предыдущими генерациями. Сейчас мы получили повторяющееся лицо. Теперь мы можем навесить любой стиль этому изображению. И получить допустим комикс или мультяшку какую-нибудь. Здесь я прописал стиль рисованного арта. Смотрите, лицо опять повторяется. Давайте еще раз сгенерируем. И опять повторяется. Но это лицо не Джан Клодда Ван Дамма. И не Арнольда Шварценеггера. И не Сильвестра Сталлона. Это что-то. Какой-то микс из этих лиц. Давайте попробуем сгенерировать женского персонажа. Здесь я подготовил промпт. Это профессиональный 3D-рендеринг. Ультра-детализация. Мультяшный портрет. Персонажи 16 лет. Лара Крофт 0,5 вес. Кира Найтли 0,6 вес. Маргот Робби 0,7 вес. Большие глаза. Русые волосы. Желтый костюм. Очки. Стиль. Пиксар. Реализм. И киношные цвета. Давайте сгенерируем сначала портрет. Получается вот такой персонаж. Генерируем еще. И опять это же лицо. Теперь давайте попробуем включить Ctrl-Net и присвоить какую-нибудь позу. Допустим, вот такую. Гаусс-мод включил. Джаня Райд. Давайте сделаем вертикальное фото. То есть мы можем поставить нашего персонажа еще и в любую позу. Можно запросто написать какой-нибудь комикс или последовательность кадров в виде мультяшек. Давайте теперь создадим. Давайте рассмотрим процесс создания вот такого изображения, где персонаж показан с разных сторон. Для того, чтобы это сделать, откроем Ctrl-Net. Нам понадобится один Ctrl-Net. Загрузим сюда вот такое изображение. Я приложу его в группе ВК. Включаем Ctrl-Net. Включаем Гаусс-мод. И выбираем Open POS. Больше ничего трогать здесь не надо. Промпт будет абсолютно такой же, как я показывал до этого. А вот Negative Prompt я расширил. И добавил три Embedding's от Illuminati. Но вы его можете не добавлять, особо ничего сильно не изменится. Дальше я использую сэмплинг. 2МК раз. 23 шага. Больше, в принципе, и не надо. И важные параметры – это ширина и высота. Я выбираю 768 и 1619. Получается 1365 на 768. CFG Scale 9, ну, если даже 7 поставить, примерно то же самое, наверное, будет. И все. И нажимаем Generate. Наша задача сейчас посмотреть, чтобы персонаж был одет одинаково на всех картинках. И на последней картинке, чтобы он был повернут именно задом. Здесь в Open POS, если посмотреть внимательно, то не видно шеи и не видно вот этих поперечных между ушами. Это означает, что персонаж повернут задом. У нас здесь проблема небольшая с ногой. Давайте еще раз генерировать. Мне пришлось генерировать около 10 раз, чтобы получить вот такое изображение. Здесь персонаж одет в одну одежду. И на последнем изображении он повернут задом. Как мы можем увидеть, изображения не очень качественные, даже при таком разрешении. Лица кривоватые все какие-то. Но мы сейчас будем это исправлять. Давайте перекинем наше изображение в InPaint, редактировать лица мы будем по очереди. Для этого выделим первое лицо. Зажмем Ctrl. Прокрутим колесико мыши, чтобы увеличить кисть. И выделим. Если у вас не установлено расширение Canvas Zoo, то с помощью Shift и колесико мыши работать с изображением у вас не получится. Если вы хотите использовать Canvas Zoo, то перейдите в Extensions и установите вот такое приложение. Canvas Zoom оно называется. И у вас откроется дополнительная функция работы с изображением в режиме InPaint. То есть вы сможете, зажав Ctrl, увеличивать кисть и уменьшать. Зажав Shift и вращая колесико мыши, вы сможете приближать. Зажав Shift и зажав колесико мыши, передвигая, вы сможете передвигать изображение. Ctrl Z будет отменять последнее выделение. Буквка R будет возвращать обратно, а буковка O будет выводить это изображение поверх остальных окон. Давайте теперь настроим наш InPaint для генерации. Выберем InPaint Masked, выберем 2МК 1, количество шагов оставляем, Only Masked и я, Denizing Strength, сделаем 07. расширение изображения 768 на 768, потому что мы выбрали Only Masked и будем менять только выделенную область. Все, нажимаем Generate. При использовании Canva Zoom, если у вас вот так вот вылетает картинка, вы можете нажать О или правой клавишей щелкнуть по изображению и она исчезнет. Лицо у нас получилось красивое, хорошее, поэтому удаляем. Из превью старое изображение и перетаскиваем сюда новое. Причем советую делать именно так. Теперь выделяем следующее лицо и нажимаем Generate. Опять удаляем предыдущее изображение и закидываем новое. Выделяем следующее лицо. Опять удаляем предыдущее, закидываем новое и выделяем еще одно лицо. опять проделываем то же самое. С последним изображением будет сложнее. Смотрите, сейчас голова просто повернется на нас. Да, и будет именно так вот повторяться. Для того, чтобы здесь увидеть волосы, а не лицо, нам нужно удалить все лишнее. Мы оставим только волосы. Оставим желтые очки, потому что право у них желтые, иначе будут просто очки. и нажмем Generate. Но получилось то, что нужно. Скинем от изображения на рабочий стол. И для его увеличения мы используем Extras. Закидываем сюда наше изображение, выбираем двухкратное увеличение. Выбираем Upscaler. Я использую UltraSharp, можно использовать Remacry или Seax. Ссылки на эти Upscaler я приложу. GFPGAN установим на 0.5. Он отвечает за улучшение качества лица. Если бы изображение лица было такое же кривое, как у нас в самом начале, то стоило бы поэкспериментировать с этим CodeFormer. Но поскольку мы лица исправили вручную, и мы исправили их явно намного качественнее, чем это сделал бы CodeFormer, то мы его трогать не будем. Вот таких вот настроек, как Remove Background, у вас, скорее всего, нет. Мы его сейчас применять не будем, но скажу, что он удаляет фон. Если бы нам нужно было удалить фон, мы бы могли им воспользоваться. Чтобы поставить такое расширение Remove Background, нужно перейти в Extension и установить вот такое вот расширение Stable Diffusion VBV RAM BBG. С настройками мы здесь закончили, нажмем Generate. Изображение изгневировалось. Давайте скопируем его на рабочий стол, чтобы открыть в полном масштабе. Вот такое изображение у нас получилось вот такого качества. Сразу скажу, если бы мы захотели поправить волосы или, допустим, ботинки там были бы разные, то это все делается абсолютно так же, как с лицом. Но весь промп удаляется, оставляются ботинки или пряжка, или вот, допустим, рука, тогда кисть, руки прописали. Давайте теперь покажу, как создать этого же персонажа, но уже в стиле комикс. Перейдем обратно с текстом имидж. Напишем вот такой вот промпт Digital Art Ultra Reallistic Analog Style Color Paint and Ink Illustrated В общем, дальше нашего персонажа, так же, как мы писали его до этого с этим же весами, чтобы получилось то же самое лицо. Дальше простой негативный промпт. И давайте воспользуемся Control Net загрузим сюда какую-нибудь позу интересную. И давайте сейчас без позы попробуем сгенерировать изображение разрешением 640 на 960. В принципе, получается вот такое вот изображение, но очень часто вылезают вторые люди здесь. Давайте еще раз попробуем, я сейчас покажу. Нет, на удивление вторых людей не получается сейчас. Чтобы не было вторых персонажей, достаточно воспользоваться Control Net в любом случае вам нужно ставить свой персонаж в какую-то конкретную позу, они наугад просто его генерируют. Давайте включим Control Net включаем Control Net я выбираю Gauss Mode с ним мне нравится результат больше. Остальное оставляем все так же и нажимаем Generate. и вот наш персонаж получается вот в такой позе. Давайте его еще раз генерируем. Если вам нужна конкретная одежда, то эта одежда тоже нужно будет прописать. Смотрите, это наш персонаж в разных стилях. Это в стиле комикса, это в стиле мультяшки, а это фотореалистичное изображение. Если присмотреться, то лицо очень похоже. То получается при смешивании разных людей мы получили какую-то уникальную физиономию, которую можем использовать в разных стилях и в разных позах. То есть можно сделать какой-то комикс или последовательность художественных изображений, или мультяшных изображений, или фотореалистичных изображений в разных позах. Спасибо, что посмотрели ролик. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК. Всем удачи, всем пока. ВК.